Чтобы избежать аварии на дорогах, сотрудники ГИБДД Свердловской области отправились в рейд. Проверяли пешеходные переходы. Как выяснилось, большинство из них не соответствует норме. Некоторые знаки пешеходного перехода вообще не отвечают нормам ГОСТа. Анастасия Кондрашова продолжит. Эта центральная улица Екатеринбурга пять дней назад стала местом трагедии. Мама с малышом пересекали дорожную часть. Строго по правилам, по пешеходному переходу, женщина пострадала. Своего ребенка ей удалось буквально вытащить из-под колес. Как утверждают сотрудники ГАИ, это место как заколдованное. На данном пешеходном переходе неоднократно происходили дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов. Как вы видите, для дополнительной информации водителя дорожные знаки пешеходный переход установлены в соответствии с требованиями ГОСТа. После проверки в областном ГАИ решили, просто пешеходного перехода на этом участке недостаточно. Необходимо установить светофор. А для пущей безопасности еще и специальные ограждения. Слово «зебры» здесь тоже не видно. Вернее, она есть, но слой грязи скрывает дорожную разметку. И пусть не погода, без полосатой все-таки непорядок. Областная ГИБДД проверила уже больше двух тысяч пешеходных переходов. Проблемы есть везде. Это снежные завалы в зоне перехода. Знаки не соответствуют ГОСТу или отсутствует вовсе недостаток искусственного освещения. Найти идеальный пешеходный переход и в городе, и за его пределами фактически невозможно. Чаще всего это больше тысячи пешеходных переходов в области на ночь остаются без дополнительного освещения. А именно в темное время суток происходит большинство трагедий на зебре. Более двухсот знаков не соответствуют ГОСТу. Кроме того, областная ГАИ не засчитала пешеходных ограждений. Общей площадью 26,5 километров. Все претензии переданы районным администрациям. Восстановить дорожные знаки это трое суток, не более. Проводится проверка, в результате которой устанавливается, если дорожный знак, либо какой-то выявленный недостаток не устранены, либо устранены не в полном объеме, составляется также административный материал, информация направляется в органы прокуратуры. Жители тоже могут нести свою лепту, например, пожаловаться в дежурную часть или администрацию города. Впрочем, в коридоры власти никто не спешит. Большинство предпочитают пользоваться старым дедовским способом. Прежде чем перейти дорогу, постою, налево посмотрю, ага, нет машины, иду. Или более современным. Самый безопасный это подземный переход. Таким же сотрудники ГАИ намерены сделать и наземные переходы. Бороться с нарушениями они продолжат. Анастасия Кондрашова, Григорий Тахмаков, информационная программа «День», Екатеринбург.